Приветствую вас! И вы знаете, давайте я, наверное, сперва отвечу вам на ваш вопрос, чтобы вы получили тот ответ, который хотите получить. А потом, после, я дам некоторые комментарии на отдельные и другие моменты, которые вы не спрашиваете, но которые мне кажутся возможными и очень важными для пояснения. Итак, ваш вопрос. Как продавливать деда, чтобы он меньше давал денег и максимально отделить бабку? Ваш вопрос, честно вам скажу, мне не понравился. Потому что, ну, говорите вы такие слова, как продавливать, то есть, по сути, как-то прессинговать, как-то давить на человека. Я не думаю, что это правильная постановка вопроса. Я не думаю, что это сколько-нибудь корректное поведение по отношению к деду. Потому что, ну, если вы пишете это текстом, то, скорее всего, дед, он чувствует, что выкнула отношенность именно так. Продавливать. Пытаетесь его продавливать. А ему это не нравится, естественно. И отсюда, отсюда, его жена, вот, кем бы она ни была, какой бы плохой она ни являлась, его жена, она по сути дает ему вот то, что, ну, он хочет. Кто-то хочет и хочет делать. А именно, там, может быть, ласку какую-то, тепло, заботу и хорошее времяпровождение. И дед ей за это благодарен, на самом деле. Так вот. Уважаемый аноним. Но я понял только, дочь, что вы женщина. Уважаемый аноним. Вам, вам нужно сделать так, чтобы деду было невыгодно помогать ей, а чтобы было выгодно действовать для вас, помогать вам. Понимаете? Это очень важно. И это принципиально важно для того, чтобы достичь ваших целей. Пока дед будет видеть смысл в том, чтобы давать своей жене деньги, он будет это делать, потому что он взрослый человек, и у него, в общем-то, есть на это полуполное право. И этого права вы у него, как говорится, не отберете, как бы это печально ни звучало. Поэтому вам нужно понять, что дед получает от своей жены, и пытаться ему это дать. И первое, что бросается в глаза, даже не пытаясь в данном случае что-то придумать, я могу сказать, что вот дочери, как вы и сами пишете, дочери, которая с нами сейчас живет, это делать противно. Вот непонятно, то ли вы написали это всерьез, то ли вы написали это сарказмом, и дочь действительно это делает. Не очень понятно, но в любом случае, если дочь действительно противно это делает, почему это не делаете вы, например? Не более, что вот вы говорите, что она раз в два дня приходит его супом кормить, кормить. А вы что, не кормите его? В карты играть? А вы что, не играете с ним? Мыть? А вы что, не моете его? То есть непонятно, вот непонятно, непонятно. Вы говорите о том, как продавливать деда, чтобы он меньше деньги давал. Но при этом вы сами, судя по всему, создали такую атмосферу от мошеней, при которой дед нуждается в своей жене. Он чувствует, что она делает для него то, что, вообще-то говоря, не делаете вы. И вот именно в этом аспекте вам и нужно двигаться, понимаете? Ну и потом, как-никак, это его жена, и если он женился на ней, то мне представляется странным, как бы себе видеть ее, значит, максимально отделить бабку. Это вот его жена в любом случае, и они отделиться полностью не смогут. Она имеет право к нему приходить, она имеет право о нем заботиться, а он имеет право делать для нее то, что соснуть им. Другой момент, то, что, почему вы ставите под сомнение, выбор дед. Это взрослый, вроде бы адекватный человек, и хотелось бы задать вам вопрос, а какое у вас моральное право это делать? Но это уже вам реча, что вы родственница, суть по всему, поэтому это ваше право. В любом случае, до тех пор, пока деду выгодно, пока дед видит в этом смысл, он будет это делать. И пока есть такая ситуация, что дочери, которая с нас сейчас живет, это делает противно. Вот пока есть такая ситуация, сам факт того, что эта ситуация есть, тоже будет этот момент. Потому что, ну вот, например, его жена сказала, да, что дочь дочери мыть противно, ну допустим, или ее внучки, или я не очень хорошо понимаю, кто это, кто этот человек, противно мыть. Допустим, допустим, она не права, его жена. Тогда этой женщине нужно деда переубедить, и не просто переубедить, а показать, что она делает это лучше. Понимаете? И вот это ваша первоначитальная цель, основная цель. Вот и, собственно говоря, именно так можно ответить на ваш вопрос. То есть, у деды есть основания для того, чтобы это делать. А у вас есть основания для того, чтобы подвигать сомнение его выбор. И то, и то не является до конца правильным. Дед явно не самой добросовестной женщине пытается помочь, и это плохо. А вы? Вы подвигаете сомнение выбор взрослого человека. Я бы даже сказал уже по-зывому. А человека, что тоже не является правым. Вот. И в этой всей ситуации, я полагаю, что вам надо подумать о себе и о своих родных. О своих родных не о деде. Потому что он-то сам о себе позаботится. А вам нужно обратно-напросто больше внимания уделять тому, что вы делаете, и меньше вообще лезть в личные дела деда и заниматься своей жизнью. Например, вам попытаться мужчину найти, чтобы он вас содержал, тогда проблемы с деньгами не будет. У вас проблемы с деньгами не будет. Да у человека, может быть, тоже имеет смысл об этом подумать, когда отселится, если она взрослая, большая уже. Понимаете? То есть, деда-то дед, он самостоятельный, дееспособный, дееспособный вроде как, пусть живет своей жизнью, делает то, что считает нужным. А вы занимаетесь своей жизнью, делаете то, что вы считаете нужным. И я полагаю, что вам же будет лучше, если, например, у вас будет еще один источник дохода в виде, например, мужчины, или там у дочери будет такой же источник дохода. Это более правильная и более рациональная позиция, которая может и дед понять, и все. Есть, правда, еще вариант, который, мне кажется, тоже имеет смысл озвучить, это вариант того, что вам нужны деньги на что-то, и вы просто деда-то помочь. И те деньги, которые он дождается в своей жене, он будет давать вам на какие-то нужды, и постепенно привыкнет и, может быть, будет делать это постоянно. Но этот вариант, который может сработать, может нет, зависит от того, какой человек у вас нет, и какой человек вы, и от того, как вы сможете все это обставить так, чтобы дед вам верил. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи.